Чип Саунд Студио Баварская Советская Республика В 1918 году началась Германская Революция, монархия опала и установилась Демократическая Парламентская Республика. В ходе этой революции 7 ноября 1918 года Эйснер Курт совместно с лидером революционного крыла Баварского Крестьянского Союза Людвигом Гондурфером возглавил массовые демонстрации против монархии в Мюнхене. Уже в ночь на 8 ноября на заседании Мюнхенского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов он объявил короля Людвига Третьего незложенным об аварию социалистической республикой. Советом было сформировано Временное правительство, в котором Эйснер стал премьер-министром и министром иностранных дел. 12 ноября 1919 года на выборах в Лантак независимая социал-демократическая партия Германии получила всего 2,5% и 3 места. что означало отставку правительства. 21 февраля 1919 года Эйснер отправился в Лантак к Баварии, чтобы официально сложить свои полномочия, но был застрелен анархистом графом Антоном фон Аркавалли. Правые круги, которым принадлежал граф, ненавидели Эйснера. Его смерть привлекла к массовому возмущению и радикализации рабочих. Власть перешла к комитету действия из представителей социал-демократической партии Германии, независимой демократической партии Германии, анархистов и коммунистической партии Германии. 17 марта Лантак все же собрался и передал власть социал-демократическому правительству. Баварская Советская Республика была превозглашена 7 апреля 1919 года. Лантак оказался распущен. Власть перешла к Центральному Совету Баварии и Советскому правительству из членов независимой социал-демократической партии Германии и анархистов. Баварская Республика выступила за союз Советской России и Венгерской Советской Республикой. В апреле была предпринята попытка вооруженного свержения Советского правительства. После этого коммунисты отстранили от власти Советскую коалицию и власть перешла к Исполнительному Совету, во главе которого стояла Евгения Левине. Новое Советское правительство национализировало банки, проводило реквизиции товарных запасов и распределение продовольствия, установило контроль над производством со стороны фабрично-заводских комитетов. 29 апреля германские войска и части фрайкора перешли в контрнаступление и уже 1 мая вошли в Мюнхен. 5 мая 1919 года были подавлены последние очаги сопротивления, в результате чего без суда было расстреляно более 500 человек, в том числе Ландаур и Левине.